А что такое служение? Это не рабская деятельность из-под палки, потому что меня заставляют что-то делать. Оказывается, служение – это проявление любви, то есть слуга и господин. Когда слуга служит господину, он таким образом делает жизнь господина более радостной, более счастливой, более привлекательной, более наполненной, более вкусной, интересной. Я прошу прощения, поясни, пожалуйста, слуга и господин как-то для нашего образа. Для западной концепции это звучит очень негармонично. Святые учителя ведические, они говорят, что на самом деле мы в этом мире на каждом шагу служим. Мы служим своему телу, поэтому, если быть честными, мы слуги своего тела, мы его кормим, мы за ним ухаживаем, мы его украшаем. Мы, по крайней мере, поддерживаем здоровье в этом теле. И мы совершаем таким образом служение. Мы служим своему телу, мы служим своей семье. Каждый из нас в своей семье не господин, он слуга. Мы служим на работе, например, тем, кто находится выше нас по статусу, мы подчиненные. Мы занимаемся определенным служением, мы выполняем работу, вот как в духе служения. И что интересно, те же веды говорят, что на самом деле из всех в этом мире самый первый, величайший слуга – это Бог. Потому что, оказывается, Бог служит всему своему творению. То есть Господь, ну, первый слуга, есть еще на санскрите такое выражение, да, на Адидас. То есть на санскрите Адидас – это первый слуга. То есть тоже не случайно, эта фирма была так названа, да, и она в свое время процветала. Ади первый, Дас – это слуга. Вот, оказывается, самый первый слуга – это Бог, потому что он служит всему своему творению. И в чем, веды говорят, в чем могущество служения? Если это проявление любви, если это служение является проявлением любви, то когда мы служим этому миру, в ответ мы получаем служение всего мира. В ответ от всего мира мы получаем также служение. Если мы по-настоящему совершаем это действие, то есть мы проявляем любовь, мы к себе притягиваем любовь, которая приходит ото всего, ото всех вокруг ко мне. Но если я пытаюсь, как, пытаюсь не служить этому миру, своему телу, я не хочу служить, я не хочу служить своей семье, я не хочу служить как бы обществу этому. Потому что мы обществу тоже служим, государству, например, мы этой земле служим матери, то есть планете этой земле также служим. И вот если я не хочу служить ни своему телу, ни своей семье, ни обществу, ни этой планете, не хочу служить, а я хочу использовать это тело, я хочу использовать эту семью, я хочу использовать это общество, эту планету, просто использовать хочу. Ну, как господин. Так вот, когда я пытаюсь быть господином и использовать всех и всё вокруг, то вот я перестаю осуществлять свою дхарму, то есть вот это служение, как проявление любви. И поэтому тело меня начинает отвергать, меня начинает отвергать моя семья, меня отвергает общество, меня отвергает эта планета. То есть я становлюсь изгоем. Почему? Потому что я перестал быть слугой. То есть оказывается, как только мы с вами становимся настоящими слугами и начинаем по-настоящему вкладывать в это служение любовь, потому что служение – это проявление любви, то мы становимся органичной частью этого мира, и мы получаем любовь в ответ от всего этого мира. Но как только мы пытаемся использовать этот мир, господствовать над ним, мы обрываем с ним все связи. И вот это не начинает нас наказывать. Да, это же было как раз, такая была, лозунг такой был. Человек – хозяин природы, помнишь, в Советском Союзе? Да, да, царь, царь. Царь – хозяин. Я помню это абсолютно, приди и возьми то, что тебе надо. Вот оно, видишь, как получается. Человек – хозяин природы. И вот итог этого всего. Природа нам, соответственно, вознаграждает нас за такие, понимаете, вещи, как человек взял на себя право быть хозяином, то есть господином.